Всем привет! Сегодня я сниму видео, о котором я заранее говорила и говорит, что это нужно снять. Мы поговорим о том, почему свекрови не принимают невестку, ну иностранку, может быть и турчанку, но иностранками эти истории чаще происходят, когда ее сын разведен или был в отношениях какой-то с турчанкой. Я расскажу схему вообще каких-то взаимодействий семейных, традиций здесь, менталитета со стороны свекрови. Я покажу ситуацию, как она здесь, ее по традиционному воспитанию видит, эту ситуацию. Мы встанем сегодня на ее сторону и посмотрим эту ситуацию вот так, а не со стороны, например, невестки, которые отвергают. Я хочу просто объяснить, чтобы вы поняли механизм вот этих чувств, эмоций, что за этим стоит. Смотрите, в такие ситуации бывают очень часто, когда свекровь не принимает иностранку, когда я о таком слышу, здесь всегда надо копать и, скажем так, узнавать побольше деталей в подобных историях. Такие истории чаще всего происходят, когда ее избранник, турок, в общем, с которым иностранка встречается, на момент их знакомства еще не был в разводе или он находился в бракоразводном процессе. То есть до конца разделение, то есть они могут вместе не жить, не общаться с бывшей супругой, но бракоразводный процесс еще идет. Соответственно, его жена каким-то образом вхожа в дом его родителей. Очень часто сам процесс развода скрывается очень часто от родственников, и родственники узнают, когда процесс завершился. А родственники могут знать, что, например, не живут вместе, разъехались, но слово «развод» еще не сказано. Разводы могут здесь длиться годами. Если одна из сторон не согласна разводиться, это срок на примирение до трех лет дается. То есть прикиньте, начать развод, подать заявление, если твоя половинка не соглашается, можешь три года ждать. И вот эти три года это не обмусоливается в семье, это скрывается, как правило. Даже самые близкие не знают, знают только условно, там, папа, мама, там, сестра, может быть, тетушек, там, дядюшек, вообще никогда обычно такому не оповещают. Потому что в любом случае вообще развод — это аиб. Аиб — это стыдно, это позорно. А само вот слово «развод», оно несет, знаете, не ощущение, а освобождение свободы, закончилось какое-то у кого-то мучение, сейчас все будут счастливы. Здесь это трудности, здесь это страдания, слюни, сопли, переживания, эмпатия какая-то. И позор — это вот несет вот этот весь шлейф таких эмоций, в основном негативных каких-то. Поэтому это здесь максимально скрывается. Если люди, когда они разводятся на документах, ну, например, продолжают вместе жить. И таких, ну, взрослые уже, которые пары, там, 15-20 лет живут, у них дети выросли, они официально могут быть в разводе, но продолжают вместе жить. Никто даже не знает, что они в документах развелись. Ну, в общем, я к тому, что вот эти семейные разборки передряги внутри в отношениях, они очень часто сильно скрываются. И ближние даже родственники не знают никаких деталей. Идет там развод, не идет, прошел он и так далее. То есть это все играют в основном картинку, что типа все нормально. Ну, разъехались, ну, например, когда-нибудь помирятся. И не забывайте, что здесь нормальные вообще конфликты, когда люди годами друг с другом не разговаривают. Члены семьи, муж с женой, например, может и так далее. Поэтому у них там разъехались, но там не разведены. Это нормальная тема, никто не удивляется. Все думают, что ну, когда-нибудь еще помирятся, подружатся там. И, короче, вместе сойдутся. Так вот, когда в подобном процессе, когда идет бракоразводный процесс, либо он еще вообще не начался, но люди вместе не живут, заводятся какие-то отношения, как правило, на это идут чаще иностранки, не турчанки. Турчанки тоже в такое входят, но турчанок, так как их тоже заихят за это дело, да, турчанки больше такие, которые себе цену, конечно, знают, они, конечно же, поставят условия. Так, дружок, разведешься, тогда мы и будем вместе. Или турчанка, она не будет высовываться в таком моменте, она будет максимально скрывать свои отношения, не будет, скажем так, контору палить, она знает, что к этому идет. Почему? Потому что показаться в семье или узнают об отношениях, ты в любом случае в этой позиции любовница, когда есть официальная жена, пусть они как-то там плохо вообще не живут, у них идет бракоразводный процесс. То есть ты заходишь в семью, если я тебя узнаю, да, с позиции разлучницы, причины очень часто, все считают, что это причина, он изменился с этой женщиной, хотя причина вообще не в этом может быть. Но для АИПа это самый классный повод все на это списать, что он гулящий, еще какой-то, неважно. Ты, в общем, на вторых ролях, ты уже как бы разлучница плохая, у тебя уже такая репутация не очень. И вот вы представляете, насколько важно свекрови, вот в маме матемейства, что скажут, пусть какая-то, да, невестка у нас будет. Главное, чтобы не было слова позор и слова развод. За словом развод идет слово позор, да. И новая, да, тут у нас пришла какая-то пассия у сына Шуры-Муры. Мама должна быть за него счастлива, за сыночек свой. Да нет, блин, мама сама его АИПит. Потому что он ее компрометирует на глазах общественности, семьи и ближайших родственников. Вот в чем дело. То есть это все происходит. Например, ближние родственники знают, что у него новые отношения, но их принято скрывать. И объяснять это, говорить, что есть любовь, там у меня новые отношения, там женщина ищет что-то, неважно, иностранка она или турчанка. Правильный тон, не дурной тон, не АИП, когда у тебя есть штамп о разводе. Вот это тогда делается правильно. Тогда ее принимают даже скрипя зубами, если они супер реально были за свою невестку, предыдущую супругу, сына своего. То есть демонстративно даже в обществе свекровь сразу вообще не может в таких обстоятельствах принять новую пассию своего сына, пока он не разведется. Она с Рамосу сама попадает под АИП. Она, по сути, скажем так, поддерживает его и благословляет на измены, на еще что-то. Это некрасиво, это не есть хорошо. Это грех, по сути, измена. Если это еще верующая какая-то там семья. Но, например, она может знать, что у сына есть отношения, но вот этой личной встречи, знакомства, как правило, не делают, только когда появится штамп в паспорте или о разводе, там, ну, какие-то, короче, конкретные действия, когда официально мужчина станет свободен. Тогда он и может хводить свою пассию на свадьбы, с юнеты, семейные сборы, знакомства с родителями. То есть она официально, вот эти действия, жесты, они показывают, что вот мое официальное новое гнездышко, семейку будем видеть. Там, не знаю, там, она моя невестка, у нас там была, не знаю, помолвка, там, скоро свадьба и что-то еще. Все до этого порицается обществом. Вот есть официальная жена, как плохо бы вы... Пусть она там, я не знаю, объедет мужа, бьет его, ну, еще что-то, но, по сути, ничего официального мы не принимаем до развода. То есть никаких знакомств, ничего этого не должно быть. То есть если мы берем позицию здесь свекрови, она, в принципе, морально, этически, в глазах общества, она не может принять новую невестку, пока есть официально другая на этой позиции. И очень часто свекрови турчанки, даже если у них были плохие отношения с невестками, в процессе развода она поддерживает очень часто или снисходительно начинает относиться, не так на ножах и остро, с бывшей супругой своего ребенка, своего сына. Она ее просто понимает по-женски. Потому что развод — это клеймо определенное, даже сейчас в светском обществе турецком. Но это просто тяжело морально, да, и она ее просто по-женски может чувствовать, и она просто по-человечески может жалеть, что у нее сейчас, у невестки, начинается нелегкий процесс, жизненный этап. Ей просто может быть жалко, даже если у них были плохие отношения до этого. И я знаю немало историй, когда свекровь и невестка мирились, начинали дружить и общаться после развода или в процессе. Я не скажу, что они прям объединялись против ее сына свекрови, против бывшего мужа, но у них очень часто теплеют отношения в процессе в этом, потому что Иенге, с которой разводятся, она жертва априори. То есть в плане развода всегда в позиции жертвенной женщин остается. Бедная несчастная, ей там выстраивать труднее новые отношения, в обществе, она разведенка, вот эта всеочасть, у нее есть дети, и тра-та-та-та-та, и весь этот за этим тянется. Не забываем, что по менталитету здесь надо быть жертвой. Жертв любят, жертв жалеют. И поэтому ее поддерживают. То есть вообще, в принципе, в восточном менталитете в обществе все с позиции жертвы ты очень большего добьешься, чем с позиции сильного или взрослого человека. Тебя больше пожалеют, тебе больше дадут. Потому что это вопрос воспитания культуры из религии идет. Религия, ислам, это жертвенность. Перенеси себя в жертву, будь терпимым, покорным. Вот, откуда все это у них закладывается, в их менталитет переходит, в их культуру. Это чуть-чуть религиозный вопрос. Поэтому, если вы в позиции такой, познакомились, и вам ваше сбрание говорит, слушай, а я тут секретик один у меня есть, я еще не разведен. Или я в процессе развода, или у меня там развод, например, через год планируется, там, даты какие-то и так далее. Ваша задача не использовать свои отношения с фикровью, и на самом деле не попадаться на кому-то взрослеников на глаза до этого процесса, пока он не станет свободен. Чтобы не запомниться как-то в негативе и быть какой-то разлучницей, хоть вы и не сама причина, я прекрасно понимаю, например, но вы будете ассоциироваться с его разводом. То есть ваше появление должно быть нейтральным, независимо от его-развода, его ситуации. Когда он свободен вам. Короче говоря, когда ваш мужчина свободен официально, у него закончены отношения, тогда вы можете знакомиться с родственниками и с фикровью. Тогда к вам будет более-менее, ну, какое-то нормальное отношение, короче, да? То есть, и все, что до, это чаще всего будет негатив. Я не говорю, что не принимают. К вам может быть хорошее отношение, если вы познакомились, пока ваш муж еще не был разведен. Или там парень ваш в процессе был. Я не спорю, это человеческие качества. Но для общества, для публичности она может что-то говорить, там сплетничать и так далее. Я не одобряю все равно действия сына. Но это не про искреннее полное принятие, да? Для общественности она может такую роль еще играть, да? Что она это не принимает. Вообще-то сына еблю, так нельзя, некультурно, как я его воспитала и ха-ха-ха, что-то такое. Обычно эта вся история просто скрывается очень сильно. И свекрови сами скрывают или тайком как-то общаются с новыми своими невестками. Но для общественности это не признаются. Я вообще таких случаев не знаю, что там. Это как-то признавалось, как знамя прям неслось. Все прям, это вообще скрывается максимально. Максимально камуфлируется такая история. Так что приходим знакомиться, заявляем о себе, когда ваш мужчина официально разведен и свободен. Вам может быть это неприятно, надо ждать. Но, знаете, надо было как бы и правду тоже вам с самого начала говорить. И еще можно навредить своему мужчине тем, что если он у вас заявляет, если вы его прессуете, делаете ему, говорите, я хочу быть счастлива, заяви обо мне своим родственникам, я что, никакая не при делах тут, я себя не чувствую с тобой в отношениях, моя позиция неясна, непонятна, хочу конкретики. Если вы на него так давите, не надо так делать. Вы лучше ему не делайте ситуацию, вы не поменяете, это просто будет расцениться как ваши капризы и бзики. Окей? А на самом деле вы ему просто делаете мозг, он все равно, как вы захотите, в этот момент не может сделать. Потому что, если он вас предъявит обществе и публике, он только вам навредит и себе. Потому что, если вы вскроетесь в процессе развода, разводы здесь тяжелые в Турции, и на мужа, пока он еще не разведен, по факту, это выглядит как измена, что штампа у него нет в паспорте. И вторая сторона, его бывшая супруга, она может предъявить это как измену и снять с него дофига денег. Или забрать классные отступные, или с ним сторговаться на хороший откуп официальный. То есть официально будет подписана бумага, что он дает, не знаю, там 100 тысяч, допустим, условно, из головы отступных за то, чтобы она дала ему развод. Есть такое. Это фиксируется у адвоката. Представляете? Так что посидите, притихните немножко, потихонечку обустраивайтесь, свои отношения и так далее. Ждите просто развода, развелся потихоньку. То есть шанс на благоприятный, неболезненный развод в Турции тихо, потихоньку, вообще что-либо выжидать, не остро выяснять отношения разводившимся, а потихонечку просто прождать три года и автоматически развестись. Это самое благостное для обеих сторон. Тот, кто хочет что-то поиметь денег, эмоционально там начинает, нанимают о всяких сыщиков, собирают компромат, открывают новые дела, там клевету и всякое такое. Это для тех, кто хочет максимально, короче, опасно развестись, получить денег и так далее. Короче, вы поняли, о чем я. Делайте свои выводы. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Вы теперь чуть-чуть больше понимаете турецких свекровей, их давление, которое на них обществом и семьей оказывается. И, естественно, выбор ее будет в пользу семьи, общества и мнения о себе, чем неизвестно какой-то там иностранки или новой пассии сына, потому что сегодня она у него одна, а послезавтра может быть другая. И поставлять свою репутацию, семью и так далее под прихоти какого-то, своего ребенка какие-то приходи и его какие-то там встречи, может, вообще гулящие, вещи ветреные по жизни, она тоже, наверное, не будет. Они очень прагматичны в этом плане. Так что их тоже поймите, не обижайтесь. У вас есть шанс наладить нормальное отношение, если вы зайдете в нормальное время в эту семью, как и должно полагаться, все правильно. Так что не бегите впереди повозки и коней. Спасибо всем за внимание. Если кому-то нужна моя индивидуальная консультация психологическая, в инфобоксе под видео есть моя почта. Напишите в теме письма, консультация, я вышлю вам условия. Если вы хотите услышать разбор вашей истории анонимно на видео на канале, пожалуйста, присылайте тоже истории. И в инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Подписывайтесь обязательно, будете в курсе наших новостей. Всем пока!